МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп и мы ее ведущие Ирина Ковалева и Марина Комиссарова. Как обычно, в ближайшие 15 минут мы постараемся вам рассказать о самых ярких и интересных событиях уходящей недели. 27 марта во всем мире отмечают День театра, и наш город не стал исключением. Мы привыкли, что каждый год у нас в Рязани проходит бал Мельпомены. Однако в этом году формат праздника был несколько изменен. В этом году вместо привычного совместного представления, которое объединяло все рязанские театры, каждый театр в отдельности готовил свою особенную программу. Именно для своей аудитории. Наверное, сложнее всего пришлось театру драмы. Ведь сюда приходит разный зритель. Иногда думающие серьезные, а иногда жаждущие посмеяться и расслабиться. И это грандиозное представление в День театра должно было удовлетворить всех. Именно поэтому действия решили разбить на две части. Серьезную и не очень. Хорошо, тогда скажите, что у вас на первую? На первую у нас были заслуженные и народные, но вы, к сожалению, поставили. В первом отделении мы хотим показать наш самый цвет, скажем так, заслуженных, народных, ведущих мастеров сцены. И они выбирали отрывки, которые они будут показывать в первом отделении, те, которые они хотели сыграть. Перед зрителями промелькнули сцены из известнейших произведений. Вишневый сад, тортюв, Дон Кихот. Даже небольшие отрывки, благодаря блестящей игре актеров, полностью погружали зрителей в атмосферу этих произведений. Вот мы сопереживаем владельцам вишневого сада и будто бы вдыхаем аромат белых цветов. А вот наблюдаем вместе с Владимиром Призом в роли Аргона за тем, как тортюв, которого сыграл Александр Зайцев, пытается соблазнить его жену. Ну а любители зарубежной классики вдоволь посмеялись над Дон Кихотом и его верным спутником Санчо Панса, которого сыграл один из ведущих комедийных актеров Юрий Борисов. Именно в Рязанском театре драмы он работает около 10 лет. За это время он сыграл несколько десятков ролей, и большинство из них были комедийного характера. Но даже в таких ролях, по его собственным словам, артист старается найти драматическую нотку. Конечно, там, где это возможно. А вообще, свою профессию Юрий любит, хотя и не отрицает ее сложности. Мы живые люди, но не хочется сегодня играть. Ну, Господи, как я буду играть? Что-то у меня то ли настроения нет, то ли я с кем-то поссорился, то ли я просто плохо себя чувствую. Это погода, еще какие-то жизненные обстоятельства. Но, вы знаете, чаще всего бывает, ты выходишь на сцену, и как будто тебе Бог силы дает. И какая-то энергия у тебя появляется, неизвестно откуда. И ведь часто у любого актера спросите, он приходит, он больной играть. К концу спектакля ничего абсолютно здоров, как. Прямо лучше стало. Потом, правда, опять хуже будет. Но вот этот процесс, вот это... Знаете, все-таки я думаю, что вот эта вот энергетика зрительного зала, вот эта энергия зрителей, которые собрались в зрительном зале, она вот как-то как подпитывает актеров. Первое отделение завершилось торжественным награждением лучших театральных деятелей Рязани. Все они получили грамоты и благодарности от Министерства культуры и туризма Рязанской области. Рязань – театральный город. У нас четыре замечательных профессиональных театра, а также громадное количество самодеятельных театров, театральных студий. Это удивительные люди, люди удивительной профессии, очень преданные своей работе. И это люди, которые дарят нам хорошее настроение, возможность подумать о вечном, о прекрасном. И мне хочется пожелать оптимизма, такой же верности своей профессии, новых замечательных идей, всего самого доброго. Ну, конечно, крепкого здоровья. Ну, а после антракта зрители ждал традиционный театральный капустник. Молодые актеры познакомили зрителей с особенностями театральной кухни, секреты своего мастерства раскрывали Александр Пушкин и Лев Толстой. О, что-то шарфик тут у нас. Вот так, гораздо лучше. Александр Сергеевич, одно лукоморье, то второй столик. Хорошо, так, лукоморье, туп, зеленый, вот, ученый, вот, так, русалочка, отлично, вот, отлично, вот, да, и раз, два, три. Тридцать три, благодаря. Кстати, на капустник заглянули и современные авторы. Тихо, да, таки страшные, да, на руку. Соткрыл новый сюжет. Женщина. Женщина. Ну, вот, ну. Мальчики. Это кто? А это Дарья Танцова. Также на праздновании Дня театра мы узнали, что в нашем городе осенью стартует новый театральный конкурс «Зеркало сцены», на котором руководители рязанских театров представят свои коллективы. Новый конкурс должен стать более профессиональным и открытым для других регионов. Так что в результате небольших преобразований Рязань получила сразу два больших праздника – Международный день театра и конкурс «Зеркало сцены». Юные воспитанники художественной студии «Калибри» не перестают удивлять нас масштабом своей фантазии. На выставке, которая открылась в кукольном театре, вы можете увидеть, как ребята в своих работах постарались оживить явление природы. Даже взрослые знают, что переступив порог театра кукол, можно попасть в совершенно другой мир – сказочный, наполненный чудесами и волшебством. Примерно то же самое происходит, если заглянуть в хорошо знакомую нашим телезрителям художественную студию для детей «Калибри». И тот факт, что «Калибри» с кукольным театром сотрудничают и дружат уже второй десяток лет – не случайен. Картины, написанные юными художниками, настолько органично вписываются в интерьеры театра, будто создавались по заказу. Ничего удивительного. Людмила Пронькина придерживается особой методики в преподавании азов живописи детям. Мы так же, как, наверное, театр кукол старается удивить своего зрителя, поскольку зритель у нас один, мы тоже каждый раз стараемся удивить техникой, темой. Вот и здесь мы решили взять просто все, что приходило в голову – явление природы, предметы, какие-то времена года, суток и так далее. И дети по жребию вытаскивали. В этом вся была и фишка, что не каждый выбирал, а вот все, что достанется. И попробовать это визуализировать и представить это в театральном образе. Выставка «Знакомые и незнакомцы» объединила работы ребят, на которых изображены явления природы. Согласитесь, задание от Людмилы Львовны не из простых. Как, скажем, вы нарисовали бы пыль? Сначала не знала, как ее сделать, но потом ее представила в виде человечка. Он какой? Опиши нам. Ну, такой радужный, прозрачный, шалун. А характер у него какой? Ну, он шалун – это пыль в детской комнате. Он шалит там, игрушки запыляет. Главное, что из этого задания должны были вынести ребята – умение увидеть во всем, что их окружает, душу. Увидеть по-новому, по-своему, как настоящие художники. Одна из задач нашей студии – это научить детей видеть, прежде всего. Рисовать – это как побочный продукт. Воле-неволе они пришли в художную студию, они научатся рисовать. А вот видеть, и видеть не так просто поверхностно, а всматриваясь, как наблюдатель настоящий. У нас есть пример, замечательный пример великого итальянского художника Леонардо да Винчи, который умел видеть так, что после его наблюдений он сочинял, писал не только картины, но и смог сочинить первый летательный объект, орнитоптер он назывался, просто глядя на полет птицы. Что немаловажно, многие из ребят уже в столь юном возрасте понимают, зачем они приходят на урок. Я в студии занимаюсь пятый год. Мне нравится рисовать, потому что рисовать – это отображать свои мысли на бумаге. Иногда эти мысли бывают грустными, иногда веселыми. Мне нравится их отображать. Познакомиться с работами можно на втором этаже кукольного театра, рядом с большим залом. Мы привыкли, что в выставочном зале Союза художников обычно можно увидеть живописные работы. Но на сей раз там открылась фото-выставка, с которой познакомилась наша съемочная группа. Пожалуй, открытие выставки в таком формате выставочный зал Союза художников еще не видел. Живая музыка, легкие закуски, оригинальное световое оформление – так готовил зрителей к восприятию красот Рязанщины молодой фотохудожник Олег Буцкий. Выставка природы «Скромный ученик» по его собственным словам можно назвать своеобразным социальным проектом, цель которого – показать уникальность природы Рязанской области. Я езжу по многим областям, близлежащим областям, наблюдаю за природой, смотрю на природу, на пейзажи, на природу в целом. И, понимаете, я начинаю осознавать такую вещь, что Рязанская область уникальна. Она уникальна своими местами, она уникальна… Понимаете, каждое место – это некая сокровищница, сокровищница каких-то исторических фактов, о которых, к сожалению, мы не знаем. И вот данная выставка на сегодняшний день, наверное, не все работы, но основная часть показывает именно те вещи, именно те места, которые нужно попытаться сохранить как можно дольше. Идея создать подобную выставку появилась у Олега Буцкого еще в марте 2013 года. Вывести художественную фотографию на чуть более высокий уровень – такую задачу ставил перед собой фотохудожник. Ну и, конечно же, он хотел показать красоту рязанской природы немного с другого ракурса. Это большие форматы, да, большие форматы, которые на самом деле показывают всю глубину. Это работы, которые не, скажем так, экспонируются без рам, да, дабы дать возможность каждому зрителю расширить ту картину, которую он видит, да, до своего уровня, увидеть то, что он хочет там увидеть. Около 50 фотографий показывают невероятную, а самое главное – такую многообразную красоту рязанщины. Свая старого деревянного моста, как отголосок прошлого, старинные церквушки, зеркальная гладь озер. А моментом зарождения утра, который в реальности длится всего лишь миг, благодаря мастерству Олега Буцкого можно любоваться бесконечно долго. У художника еще много творческих планов, и вполне возможно, в скором времени мы увидим его новый фотопроект. А пока будем любоваться работами выставки «Природы. Скромный ученик», которая открыта в стенах выставочного зала Союза художников до 19 апреля. Каждый из нас, проходя по улицам города, не раз сталкивался с вывеской, на которой написано «Ломбард». И наша съемочная группа решила выяснить, каким образом строится работа в данных организациях. В жизни каждого человека случаются ситуации, когда срочно необходима определенная сумма денег. Кто-то предпочитает обращаться к знакомым, другие идут в банки. Однако знакомые бывают разные, а в банках вас ждет бумажная волокита и высокий процент. Так что иногда оптимальным решением денежных проблем может стать «Ломбард». Примерно так и рассуждала Татьяна, когда решила обратиться в «Ломбард-сервис». Она давно мечтала отправиться в путешествие по Золотому кольцу, но когда появилась выгодная путевка, нужной суммы у девушки не оказалось. Тогда Татьяна решила занять деньги под залог браслета. Чтобы занять деньги, надо найти, у кого занять. Чтобы пойти в банк, взять кредит, нужно собирать много документов. А в «Ломбарде» просто пришел, заложил свой браслет, получил за это хорошие деньги и под маленькие проценты. В «Ломбард-сервисе» можно взять деньги не только под залог украшений, но и техники. И действительно, на очень выгодных условиях. У нас здесь принимается техника цифровая. Это сотовые телефоны, планшеты, ноутбуки, ЖК-телевизоры, мониторы. Также принимаем золото. Техника выдается под 1%. Золото под 0,4% в день. Сегодня Татьяна вернула занятые деньги и забрала свое украшение. Так что и браслет при ней, и незабываемые впечатления о поездке. Если вдруг ей снова понадобятся деньги, то она наверняка придет в «Ломбард-сервис». Несмотря на все предубеждения, которые сегодня почему-то существуют в нашем обществе. Я считаю, сомнения людей по поводу «Ломбарда» неоправданы. Потому что «Ломбард» является древнейшим финансовым институтом, от которого образовались и остальные финансовые институты, которые на данный момент существуют по всему миру. Поэтому я доверяю «Ломбарду». Это очень выгодно. Это маленькие проценты, это быстро. Кроме того, в «Ломбард-сервисе» можно быстро оформить заем суммой до 30 тысяч рублей. И для этого вам понадобится только паспорт. Согласитесь, удобно. У нас есть постоянные клиенты, которые часто к нам обращаются, берут займы и закладывают технику и ювелирные изделия. Они знают, что у нас маленький процент и что у нас надежно. Так что, если вам срочно понадобились деньги, знайте, что быстро и на выгодных условиях вы сможете получить их в «Ломбард-сервисе» на Первомайском проспекте, 76. На этом наша программа подходит к концу. Увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова